Ты взял прострелы? Нет, не участвовал. Я отошел от компа, там прям буквально вот 5 минут. Были прострелы на валюте, надо пояснить, да, и многие участники, многие трейдеры там участвовали. Ты, значит, не смог? Ты просто отошел или по делам? Я все, вот, потому что да, я просто, я сидел у компа, было очень тухлое утро, ну, обычно тухлое утро. Ну, я занимался своими делами, отошел там, я пошел покупать печенье, мне захотелось печенье, я пошел за печеньем в магазин. Я пришел. С чайком попить? А? С чайком попить? Да, да, такое, ну, типа, раскучное утро, ну, хоть печенье поем. Я прихожу, открываю фенрезы, и у меня первая реакция была вообще никакая. То есть я открыл такой, думаю, ты хрень какая-то, типа, что? Лары. Ну, то есть голова не восприняла это даже. То есть я смотрю на результаты, и нету контакта. То есть невозможно, не может такого быть. И я просто закрыл, и кушал три топа, и три топа. Да, 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 три топа. И я такой, странно. Я кушаю это печенье, открываю чат уже, начинаю смотреть и начинаю понимать. Конечно, да, первая реакция, что, блин, вот это я покушал печенек на полтора ляма. Но потом, где-то, наверное, час-два меня вот как-то так, да, ну, было, конечно, такая вот эта фома, недовольство, то, что, ну, обида на мир, вот это, знаешь, какая-то, когда, ну, нет причин, то есть ты на себя не обидишься, потому что не, ну, бывает, когда ситуацию упустил, там, затупил. А тут, ну, так сложилось. Ничего с этим не сделать. Ну, очень обидно. Я это очень сильно понимаю. Да, очень обидно. Но к концу дня у меня прошло уже. Я, в принципе, наверное, за вот последний год себя, ну, не то, что натренировал, можно сказать, приучил, привык к тому, что есть события, на которые я не могу повлиять. И, ну, я не вижу большого смысла из-за них сильно убиваться. Я, как и ты, пропустил, тоже ничего не видел. Да. И я, я больше обалдел не от того, ну, какими были у нас топы на сайте, да, отображены там три результата, а больше от того, что скинул Андрей. Да. Что был общий чат. Я такой, вот это да. Вот это, что это за список людей. Я такой, конечно, обалдел. Во всех смыслах ситуация на миллион была. Да. Да, это точно. Наверное, даже не на один. Поехали. Саш, привет. Привет. Первый вопрос. Почему трейдинг? Чем он тебя заинтересовал? Ну, вот сходу ассоциация слова свобода. Финансовое, разумеется, в первую очередь. Потому что в какой-то момент пришло понимание, что сильная зависимость от, то есть работаешь на кого-то, все равно сильная зависимость от руководителя, от места работы, от потолка вот этих зарплат. И очень тяжело из этого вырваться. И находишься в положении человека, который просит, который ждет. То есть, там, повысят тебе эту зарплату, не повысят, дадут тебе какую-то работу, не дадут. И, ну, я думаю, что кому-то, наоборот, это хорошо. В том плане, что людям, которые любят стабильность, надежность, чтобы не надо было беспокоиться, там, о завтрашнем дне, а вдруг там денег не будет, или что-то такое. А мне все-таки это не очень. Вот. Я люблю все-таки какой-то горизонт, чтобы можно было развиваться, чтобы было куда идти, и чтобы основным фактором были твои личные умения и твое личное упорство, упрямство, навыки. Вот. То есть, чтобы не было возможности сказать, что я вот мало зарабатываю, потому что вот у меня, там, мало платят, там, или, там, какая-то ситуация, или что-то такое. А все-таки ответственность на себя брать. То есть, ты из тех людей, кто воспринимает это как бизнес, свой бизнес. То есть, сколько вложил труда и сил, столько и заработал. Безусловно, безусловно. А как ты узнал о нем, о трейдинге? Был такой трейдер, не ты. По-моему, Максимов фамилия, не помню, к сожалению. Вот. У него канал проскальпинг, немножечко реклама. Ну, я его сейчас не смотрю, но я с него начинал. Вот. Вообще, кстати, история, как я вообще пришел в трейдинг, я сейчас расскажу, она забавная. Вот. Но начинал с канала проскальпинг, и он как раз таки, у вас был кооп, вы порекламировали друг друга. А, да. Да. И, собственно, я такой, ну, надо что-то еще посмотреть. Открыл тебя, и мне понравился тот формат, тот дух, вот это вот видео, которое у тебя был. Ну, и потом уже пошло-поехало. Ну, и обучение доступное. Потому что вот Максимов не ввел на тот момент, по-моему, обучение. Вот как раз следующий вопрос про то, как ты попал в логкэп. То есть... Да. Как? Просто, ну, смотря твой канал, зашел на сайт, посмотрел условия обучения. Меня больше всего привлекло, ну, люди, я знаю, вот ребята у нас по разным причинам приходят, меня привлекло именно сообщество. На тот момент я торговал уже, пробовал себя в скальпинге сам, на Кюскальп, по-моему, со своего счета, с ужасными комиссиями, условиями и так далее. Но я тогда этого не понимал. Вот. Ну, в общем, я там лосил-лосил успешно, и думаю, блин, что-то я много чего не понимаю, мне нужна группа людей, которыми я задам вопросы. Потому что вопросов было много, я много гуглил, смотрел, но это все было не то, конечно. Потому что много нюансов маленьких. И я такой, ну, сколько на тот момент, 7 или 8 тысяч этого обучения? Ну, конечно, это сколько было? Два года назад. Там было три вида обучения. Да. Быстрый старт, групповой, индивидуальный. И ты выбрал быстрый старт. Самый дешевый. Самый дешевый. Ну, если у тебя уже был торговый опыт, то, в принципе, этого было достаточно. Ну, по-моему, в районе 7 или 8 тысяч, да. Ну, я помню, я уточнил. Правда, у меня ощущение, что я говорил не с тобой, а с каким-то из трейдеров. Но я не помню, может, и с тобой. Я очень сомневаюсь. На том периоде мы, скорее всего… Скорее всего, с тобой. Я помню, что именно поспрашивал, будет ли у меня доступ вот именно к сообществу. И ты сказал, что да, неважно, какой будет курс. Просто на индивидуальном ты именно будешь лично там вести, а на групповом… Ну, все равно в итоге будем там все вместе. Я такой, ну, классно, зачем мне что-то более дорогое? Я и так получу, что я хочу. А почему именно торговля внутри дня, если можно сэкономить свое время и не проводить все время за монитором? Тут сложилось два фактора. Первый очевидный, что нужно больше золота. Вот. Я понял очень быстро, что в инвестициях нужен большой срок. Ты, опять же, мало что делаешь с точки зрения каких-то своих телодвижений. Наверное, если инвесторы, у которых там миллионы-миллиарды, и они там каждый день какие-то сделки закрывают-открывают, ну, у них по-другому. А у меня на тот момент сколько было? Ну, максимум, наверное, полмиллиона рублей каких-то капитала. Причем это вообще всего-всего. Ну, куда их можно выложить, чтобы каждый день их там перекладывать? Ну, ты что-то там купил какие-то акции, и все. И сидишь. И ничего не происходит. И ты на воле рынка, опять же. Ну, получаешь дивиденды. Раз там сколько? В год? В квартал, в лучшем случае. Можно, на мой взгляд, можно собрать такой портфель, который ты можешь получать там ежемесячно, либо раз в два месяца. Да, безусловно. Но для этого нужен капитал большой. Ты его собираешь, и все на этом. И дальше ты опять приходишь в эту основную работу, где ты работаешь, и ты не занимаешься трейдингом. То есть инвестиции, конечно, отличаются. То есть мотивация, сам процесс нравится? Да, сам процесс. А каким ты видишь свое профессиональное развитие? Долго ли ты думаешь, будешь торговать на три дня? У меня есть на этот счет планы такие. Они, понятное дело, будут корректироваться, потому что я не знаю, как получится. Как ты представляешь сейчас? Я думаю, что пять лет — это такой период. Ну, как-то в жизни у меня так сложилось исторически, что вот пять лет — это у меня какой-то период, в который я же чем-то занимаюсь, и к концу пяти лет я подвожу какие-то итоги. И куда-то вот перенаправляю свои усилия. В процессе этих пяти лет тоже случаются разные изменения, но вот как-то в голове такой вот срок стоит. — Саш, где мы? — Мы в парке Царицыно, город Москва, как ты уже заметил. Вот. Прекрасное место, очень красивое, историческое, и сейчас все очень тут прекрасно выглядит, даже несмотря на то, что еще не успело позеленеть все вокруг. — А почему мы приехали сюда? Чем тебе нравится это место? — Оно очень живописное. Здесь много классных кадров, очень много классной архитектуры, видов, и вот эта многоуровневость. Очень приятное место для прогулки. — Ты часто здесь проводишь время? — Нет, не часто, потому что она довольно далеко от меня находится, вот где-то час езды, может чуть меньше, но когда выдаются свободные выходные, я могу сюда приехать погулять здесь, расслабляет. — А ты из Москвы или приехал сюда? — Я понаехавший. — Понаехавший? — Да-да-да. Я, можно сказать, из тех, кто приехал пять лет назад, и теперь могу сам говорить, понаехали тут, хотя сам по сути. — А откуда ты сюда приехал? — Юга, Ставрополь. Это рядом с Краснодаром, вот, под Краснодаром, можно так сказать. — Почему Москва? Чем она тебя привлекла? — Если вкратце, темп жизни, количество возможностей и, безусловно, заработок. Потому что в Москве можно найти гораздо больше работы высокооплачиваемой, найти больше друзей по интересам самым необычным. И, ну, в принципе, здесь как-то движуха все время идет больше всего классного. — А есть мысли двигаться дальше или ты решил здесь осесть? — Покажется, мне нравится Москва и мне хочется здесь жить. Как получится дальше, я не знаю. У меня есть ощущение, что я устану от этого темпа рано или поздно и захочу что-то потише, может, ближе к морю. — То есть вернуться или какое-то другое место выбрать? — Ставрополь — это гора, там море не рядом. — А какое население Ставрополь? — Полмиллиона где-то. — Ну, достаточно большой город. — Областной центр, да. — Хотел бы куда вернуться, то есть это Сочи, Краснодар. Ну так, просто спроецируй, что мы перенеслись на 10-15 лет вперед. — Побережье Италии, Португалии, что-то такое. — Побережье Италии. — Средиземное море. Вот, все-таки климат там гораздо более приятный. То есть если в идеале только не Греция, вот этот самый такой, наверное, мягкий климат. Классный. Ну, это такие мечты, я не знаю, удастся ли и захочу ли я через 10 лет туда. Если вы хотите научиться торговать на московской бирже или на крипторынке, то проходите по ссылке в описании на сайт logcap.ru. Там нажимаете кнопочку «Стать трейдером» и оставляете заявку. С вами свяжутся либо посредством почты, либо звонком по телефону. Также вы можете написать нам ВКонтакте в сообществе logcap и задать все интересующие вас вопросы. — А какой у тебя торговый опыт? — Получается полтора-два года около этого срока. — Это полный торговый опыт, я имею в виду, или именно в проб компании? — А совпало. То есть я пришел, получается, в целом я заинтересовался полноценно трейдингом в марте 2020 года и инвестициями, вообще вот всем этим. И в июне, в конце июня я вот как раз уже стал членом logcap. Там сколько прошло, получается, три месяца. — А расскажи немножко о старте. С какой суммы ты начинал, какой лимит потерь у тебя был на день? — Начинал я с 500 рублей, как и все тогда. Сейчас вроде побольше стало. — Сейчас побольше. — Побольше. — Да. — Начинал с 500 рублей, лимит потерь в день был 50 рублей. И только акции на тот момент были. Сейчас вот уже и фьючерсы, и валюта, там все торгуем. А тогда акции. — А по какому принципу увеличился твой лимит? — Рост депозит. Я начинал понимать, что делаю все правильно. Хотя забавно, что у меня, получается, первые три месяца были очень успешными, а потом все слил вообще. И сделал перерыв два месяца, потому что было тяжело морально. А потом уже вернулся, опять начал по сути. Там даже уже не с 500, а с 400 рублей. Потому что раздал там с 15 тысяч. На тот момент для меня это было типа ого-го сделать. Ну, в принципе, это и сейчас. Я считаю, очень неплохо для начинающих трейдеров сделать там за три месяца. — Что это было? — Кони бегают. — Так. А какой лимит потерь у тебя сейчас? — Ну, максимальный. Что-то в районе, наверное... Так, сейчас соображу. Ну, что-то в районе 70-80 тысяч. — Ты можешь позволить себе потерять? — Да. — Ну, не то чтобы я хочу это делать. — Ну, это понятно. Никто из такого не допускать. — Но такой лимит. Ну, то есть, да, у кого, наверное, до 100 тысяч. — С какими проблемами ты столкнулся на старте? Что было самое сложное? — Да фига проблем. — Вот эти полгода, о которых ты сейчас сказал, ты раскачался, слил. Вот с чем это связано? В чем была проблема? — У меня были обмануты ожидания с точки зрения того, как я представлял трейдинг. Я по-другому вообще представлял, как это будет. — А как ты его представлял? — Я, во-первых, думал, что это такая технологическая штука, как быть инженером условно. И тебе нужно много-много всего учить. Но вот когда ты чертежи уже знаешь, все, ты по чертежам работаешь, и все, у тебя чики-пуки. — На автомате. — Там все детали у друг друга попадают, там резьба совпадает. Все, больше тебе ничего не требуется. И тут оказалось, что выучить чертежи можно, в принципе, за полгода. Ну, легко бы было, да? Ты выучил за полгода, ты супертрейдер. А потом оказалось, что есть такая штука, как человеческая психология и принятие решений, когда тебе нужно принимать решения здесь и сейчас, в эту секунду сразу, без подготовки. И вот это оказалось самым сложным. Потому что вышкалить себя, то есть дисциплинировать себя и учитывать тот фактор, что мы все-таки люди — мы не роботы. И в разные дни мы по-разному можем реагировать на рынок. У нас внутри что-то может быть разное. Какие-то чувства нам мешают, что-то происходит. Там с кем-то мы поругались, на что-то там отвлеклись. Вчера там был плохой день, поторговали плохо. Сегодня мы боимся, что опять там залезем в убытки. И оказалось, что вот это настоящее испытание. И вот с этим нужно справляться с самим собой. Вот чем я, собственно, и занялся после полугода. — Ну вот так конкретно. Спустя полгода ты смог все-таки раскачаться плюс-минус, но слил. С чем ты это связываешь? Именно с психологическим состоянием? Что-то случилось? — Получилось так, что, как я уже сказал, я нашел одну неэффективность. И собирал-собирал ее и чувствовал себя королем горы. Что вот я собираю, ребята же тоже такие, можно так сказать, подкидывали дровишек в костер и говорили, «Ты там красавчик, ты рубишь, ты вообще чуть ли не гений». Я такой, «Да, я гений». Ну нет, конечно, так не было, но какой-то успех я чувствовал явно. И когда этот успех резко прекратился, это очень сильно бьет по самолюбию и по самоуверенности, ну даже не самоуверенности, а просто уверенности. — Уверенности, точно. — Да, то есть возникает вопрос, а может я ничего и не умею на самом деле, и это вообще не мое, и вот это вот все. И пытаешься доказать обратное себе, и начинаешь лезть в рынок, когда не надо лезть. И продолжаешь-продолжаешь терпеть убытки, пока уже не доходишь до стадии, когда уже, собственно, депозита не остается. Вот, это была, собственно, основная проблема именно вот из психологических, с которой мне пришлось разбираться. — Что тебе помогло решить эти проблемы? — Сейчас такое слово модное — осознанность есть. — Осознанность. Вот, но она, безусловно, присутствует. И самостоятельно задавался вопрос, ну, как так получилось? То есть есть проблема, да, как и любая другая проблема в жизни. То есть что-то произошло, из-за этого я понес убытки. Надо разобраться, что произошло, и как избежать, самое главное, этого в дальнейшем. Работал сам, то есть задавал все вопросы, писал дневник трейдера, общался с ребятами, слышал их советы. И с психологом в том числе. Вот, я, в принципе, практикую это, люблю. Потому что взгляд третьего человека очень помогает, особенно квалифицированного. Потому что с друзьями тоже хорошо это сделать. Но друзьям все-таки ты не платишь за это. И они не всегда готовы выслушивать твои проблемы. И я не всегда готов ими делиться, потому что я тоже понимаю, что, ну, зачем это, зачем грузить других людей своими проблемами. — Самокопание, получается? То есть ты себе задавал вопросы для того, чтобы найти эти ответы самостоятельно, получается? — Да. — Ты сейчас совмещаешь трейдинг и другую работу? — Пока что да. — Расскажи об этом. Что это за работа? Чем ты занимаешься? — Я занимаюсь… Не хочется вдаваться в подробности, просто потому что это скучно. Я занимаюсь… Я офисный работник. Я занимаюсь всякими отчетами, перекладыванием бумажек. Вот. И эта работа, на мой взгляд, уже исчерпала себя для меня. Вот. И время расти дальше. И, собственно, сейчас вот мы с тобой общаемся. Я думаю, в общем, не за горами мой переход уже полностью в трейдинг без вторичной занятости. — А ты офисный работник, ты только что сказал. При этом ты торгуешь внутри дня. Как ты можешь позволить себе все это совмещать, в принципе? — Это тайм-менеджмент. То есть есть между трейдингом утро, есть вечер, есть выходные, когда можно делать эту работу. Порой, когда биржа, опять-таки, не очень активная, в это время я могу, опять же, какую-то работу делать. В принципе, удается все успевать по двум причинам. Во-первых, я замотивирован, мне интересно трейдить, я нахожу любую минутку, чтобы этим заняться. И второе — это, опять же, тайм-менеджмент, который позволяет все по полочкам разложить, ничего не забыть, все успеть и не оставить каких-то недоделанных дел. — А ты можешь поделиться информацией, какая у тебя сейчас ЗП на твоей той работе? — Меньше, чем в трейдинге. — Ну, а более конкретно? — Ну, более ста, могу так сказать. — Более ста, но менее двухсот? — Менее двухсот, да. — Хорошо. А сколько нужно денег для жизни в Москве? Конкретно тебе или, не знаю, на тебя, на семью? — Когда я приехал, я начинал где-то, по-моему, с семидесяти тысяч. — Зарплата? — Да. И мне хватало прямо впритык. То есть я где-то в ноль выходил долгое время и искал подработки. Когда с подработками и впоследствии с работой до соточки поднялось все, стало как-то полегче, я даже что-то стал откладывать. Сейчас я понимаю, что мне этого, ну, вообще прям не хватит уже на то, что я хочу. Ну, то есть как для просто жизни на уровне вот том, что сейчас этого хватает. Для того, чтобы развиваться, там, куда-то путешествовать, покупать какие-то имущественные ценности, вот это вот все, ну, тем более семья. В Москве этого не хватит для этого уровня жизни, который мне интересен. — То есть для жизни в Москве необходимо от 100 тысяч? — Ну, грубо говоря, да. Ну, опять же, я не претендую… — И это только для жизни? То есть без каких-то, что называется, удовольствий, да? — Честно, не знаю. Я по себе сужу. Возможно, кому-то этого более чем достаточно. — Давай зафиксируем, сколько тебе нужно для жизни? 100 тысяч? 120 тысяч? — Да. — 110 тысяч? — Вот если на минимальную, без какого-то сильного снижения уровня жизни, 100 тысяч мне хватит. — На одного человека? Или на семью? — Да. — Ну, это на одного, на меня, да. — Хорошо. — Ну, то просто вот жить, питаться, платить за квартиру, там, одежду покупать, такое все. — А разве трейдинг этого не покрывает? — Покрывает. — Тогда чего ты ждешь? Почему ты до сих пор не уволился? — Ну, я не люблю принимать импульсные решения, как мы с тобой уже выяснили сегодня. Не люблю торопиться, вот, и даю себе всегда время. — Ты не любишь принимать импульсные решения, но при этом ты достаточно импульсный человек и любишь эмоционировать. — Мне это есть, но я не могу сказать, что это люблю. — Не то, что любишь, да, неправильно сказал. Что ты достаточно эмоциональный. — Я контролирую этот момент. То есть это, я использую эти импульсы там, где они минимально могут мне навредить. А в вещах серьезных, где нужно все-таки принять взвешенные решения, я их откладываю в сторонку на потом и принимаю решения более взвешенные. — Соответственно, решение о увольнении у тебя… — Взвешено. — Оно где-то есть уже, да? — На подкорке ты думаешь об этом? — Да. — Хорошо. — Мне пока что больше нечего сказать на этот счет. — Какие дневные убытки тебе приходилось переживать? — Вообще любопытно, и это тоже я для себя прям вот обозначил и разобрал, что не всегда большой убыток эмоционально тяжелый. У меня так сложилось, что самые тяжелые эмоциональные убытки, они не были самыми большими. То есть я в какие-то дни терял гораздо больше и такой, ну ладно, ну рынок бывает. Так сложилось. А в какие-то дни я делал какую-то глупость. И эта глупость меня так просто выводила из себя, выбешивала, что я просто потом… Я на самом деле довольно эмоциональный человек. Просто я стараюсь не выкидывать эти эмоции на публику. Но когда я торгую сам, у меня бывает такая ситуация, что я там могу просто наушники вот так положить, встать и начать там просто матом орать в пустой комнате, ну потому что я из дома торгую. Вот. И мне это сильно помогает разгрузиться. И самый большой убыток, я помню, неприятный был, когда я очень хорошо заработал, и это был рекордный результат за день. А потом инструмент резко развернулся, а я вот опять же на вот этой волне эйфории не сумел среагировать, и продолжил лить объемы повышенные, и просто все отдал, и еще улетел в моржа. И вот это прям было очень тяжело, потому что вот ты в состоянии, что опять же, да, ты король горы, все получается, ты классный, и через час у тебя минус. И ты не понимаешь, как так произошло. И вот это тяжело. Больше огорчает не сам убыток, а твоя… Тупость. Тупость, да. Твоя глупость и… Да, не гибкость. Знаешь, нет, даже не так. Какая-то топорность. То есть ты уперся во что-то, думаешь, что ты прав, а по факту-то надо быть более гибким. Да, да. Как ты справлялся после вот этого убытка, который ты совершил, да, вот с вот этими эмоциональными проблемами, потому что ты точно не в адеквате, это тильт. То есть, ну, тильт случился уже тогда, когда ты начал лить свой рекордный результат. Конечно. А как выходить из этого состояния? То есть, что ты делал? Это вечный вопрос. Пошел в ванну, принял. Да. Это вечный вопрос. Я считаю, что каждому надо находить что-то свое. Лично я, ну, во-первых, я проорался. Вот. Я, в принципе, использую такой метод, как усиление эмоции. Если какая-то эмоция не дает покоя, что-то вот вертится на голове, не можешь избавиться, я ее максимально усиливаю. Ну, то есть, к примеру, ты злишься, ну, например, на близкого, да, и не хочешь, да, на близкого сорваться. Это логично, нормально. Но эмоция, она же сильнее, чем разум, ну, или как отдельно работает, и нельзя от нее избавиться. И я начинаю, ну, то есть, куда-то ухожу, ну, и с трейдингом то же самое, да, там, я отхожу от компа, и вот начинаю максимально усиливать ее внутри. То есть, моя задача разозлиться вот как можно сильнее, вот на максимум. А когда я разозлился на максимум, еще надо сильнее. Всегда есть лимит. То есть, невозможно злиться там бесконечно. То есть, где-то есть лимит эмоций, когда у тебя уже начинает это чувство просто выгорать внутри. И ты вот злишься, 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 и задача, вот, как знаешь, тужиться изо всех сил. Ну, как там, не знаю, или вот там штангу, да, тягать, вот просто из-за всех сил. Рано или поздно у тебя уже сил нет просто злиться. Ты такой, ну не могу я уже злиться сильнее. И все схламирует. Вот. Ну, именно нашел метод в том, чтобы проорать это все дело? Да, проорать внутри себя. Ну, или наружу тоже можно орать. Как твои соседи там реагируют на эти крики? Ну, я, если прямо ору физически, я стараюсь орать в подушку. На деле это не выглядит, как какой-то дикий крик. А на деле это выглядит довольно нелицеприятно. Я очень много матерюсь и прям вот очень грязно. Это максимально помогает выплескивать эмоции лично мне. Слушай, это такая интересная метод, как это назвать, я не знаю. Такой метод, я первый раз его слышу на самом деле, чтобы злиться и злиться и злиться. А не получается долго злиться, когда ты злишься очень сильно. Слушай, так можно дозлиться до того, что ты просто на агрессии такой взял клавиатуру и об стену. Ну, наверное, да. Ну, если кому-то так. А ты разбивал наушники? Ты говоришь, ты их можешь вот так вот кинуть? Нет, я их аккуратно кидаю, типа. Оп. Ну, это мои все-таки любимые наушники. Спустя какое время, относительно старта, ты смог заработать свои первые 10 тысяч рублей за день? За день? За день. Слушай, я точно не помню. По-моему, это было в конце прошлого года как раз таки. Ну, относительно старта. Ну, год получается. Спустя год? Да, спустя год. А помнишь, на каком инструменте, на какой площадке, что это было? Не. Не помню. Так, хорошо. Я помню, знаешь что? Сделку, которая мне разом принесла 10 тысяч, первая. Вот это я помню. Шальная. Что это за сделка? Ну, как шальная. Там, получается, был какой-то неликвид, который торговался еще на то ли Америке, то ли Лондоне. И вот там была переходка с России на Америку. И когда открывалась Америка, по-моему, он сильно простреливал. Яндекс? Что-то вот из прям неликвидов таких. Что-то типа, ну, не Гемц. В общем, какая-то штука, не помню. Она там еще добавлена была только в конце года. Новая. Что-то очень неликвидное. Ну, не помню. Я потом могу ребят спросить. Что это было? То есть это был прострел какой-то? Какой-то неликвид. Очень пустый стакан, да. И первое время, пока роботы там работали слабо, была раскорреляция между закрытием Америки и открытием России, потому что на России бумажка там уходила, а потом коррелировалась обратно. И я просто такой, это отрабатывал несколько раз и думаю, ну, опять возьму шорт, возьму эту разницу. И я взял шорт, и что-то безумное произошло в стакане, там был бешеный просто прострел. То есть какой-то участник воткнул цену очень сильно ниже, и было время несколько секунд закрыться. Ну, я закрылся. И на тот момент у меня там в день результата были что-то формата 3-4 тысячи, и тут бам, сразу 13 тысяч за одну сделку. Я такой... Ну, то есть это спустя год после старта? Где-то около того. Да, то есть объемы уже позволили так сделать. А через какое время относительно старта ты смог закрыть месяц там 100 плюс тысяч рублей? По-моему, это был декабрь или ноябрь. По-моему, декабрь вот как раз прошлого года. Если я не ошибаюсь. Ну, тоже. Это сколько месяцев относительно старта? Да тоже год. Там вот как-то вот это... Все вместе. То есть эти 13 тысяч были в тех 100 тысяч, которые ты заработал за раз. Да, да, да. Ну, надо понимать, что я начал именно вот заново с нуля. Ну, вот после вот этого первого фейла. С января как раз вот с января, с февраля 2020 года. То есть как раз к декабрю вот год и прошел. Давай немножко вернемся назад к тому вопросу, когда ты раздал. Да, вот у тебя был рекордный день, потом ты раздал. На чем это было? То есть ты сделал рекорд? Мой любимый поле золота. Это был на поле золота рекорд? Да, все было на поле золота. И на нем же раздал. То есть вернул в рынок с процентами. Отдался обратно. Проблема вот эта моно... Господи, как забыл, называется тоже. Моноинструментализма. Да, моноинструментализма в точку. Что когда ты торгуешь только один инструмент и больше ничего не умеешь, а инструмент перестает ходить, у тебя проблемы. А что там было на этом поле золота? Он сильно рос, там падал. Он ходил бешено. Там были в, получается, 19-м году в летом бешеные движения на нем. Он там летал по 500, по 1000 пунктов просто. И я собирал волатильность. А он летал там на новостях каких-то корпоративных или из-за золота? На золоте. Там ходило золото. Он очень резко реагировал, выносил уровни очень сильно, выносил плотности. Его, получается, запирали... То есть золото было поводырем, фьючерс на золото. И оно куда-то там уходило, пробивало что-то, а полюс втыкался в плотности и начинал очень быстро их разъедать. И в этот момент можно было залить объем, потом прострел, закрылся. Ждешь следующего. То есть вот на этой небольшой раскорреляции инструмент? Да, потом она закончилась. Поделись, пожалуйста, своим одним хорошим трейдом. Самый прибыльный трейд, который у тебя был? Тут надо подумать. Я вообще на самом деле плохо запоминаю одиночные трейды. А еще, наверное, есть большая разница между хорошим трейдом и самым прибыльным трейдом. Самый, который тебе понравился больше всего? Что это было, на чем это было, когда это было? Слушай, честно, вот не вспомню. Были хорошие трейды, они были записаны, но я, как говорю, я что-то забываю. То есть сделал, порадовался, записал, забыл. То есть всегда нацелен на новые трейды и интересно думать, а вот что дальше взять. А то, что прошло, ну деньги забрал с рынка и хорошо. Если прям уж рассматривать, можно день назвать. Ну, логично, это вот 24 февраля этого года. Потому что то, что показывал рынок, какие бешеные там были движения, просто нереальные для обычного рынка. И сколько удалось заработать в этот день. Ну, это запоминается, конечно. Ты там торговал что-то конкретное? Можешь вспомнить? Все подряд. Все подряд. Все, что сыпалось. Мы все, по-моему, там торговали все подряд. Хорошо, а поделишься своими рекордами за месяц? А надо? Ну, нет, если не хочешь, можешь не говорить, можешь сказать, там, в диапазоне цены, какой получилось заработать. Ну, в принципе, за день именно рекорды. Да. Ну, около миллиона как раз. За день? За день. Это очень крутые цифры, конечно. Вот что касается самого убыточного, вот это относится к полю золоту? Самый убыточный трейд, который у тебя был? Нет. Такой один, чтобы тебя просто размазюкало по стакану. Тот, который мне вспоминается, который я запомнил сильнее всего. Как ни странно, это было вот где-то в середине как раз, ну, моей той небольшой карьеры трейдинга. Это был вот этот случай с Искача, когда весь день бумага росла, ее очень сильно пампили. Ее допампили на тот момент, сейчас она стоит около, по-моему, 80 рублей. А тот момент ее допампили, это было совсем недавно, причем до 180. Ее пампили весь день, причем утром она была 100 рублей, и к обеду даже меньше, по-моему. И к обеду там уже 180, то есть ее запампили на 100%, ну, как крипта, ну, это московская биржа. И я просто весь день там ланговал это Искача. Вот, а в конце она обрушилась со 180 до 120, и сделал это за пару часов. Вот, и вот там как раз я отдал очень много денег. А что ты делал? Да ланговал я весь день, когда она... То есть она начала корректироваться, ее начали сливать, и ты все лангил, лангил. Да, ее очень сильно начали сливать, но снизу стояли большие объемы. Но, опять же, все люди, которые заходили в течение всего дня, они в них выходили. А я такой, не, ну там же объемы. Ну, как-то вот просто вот эта уже голова к концу дня не работала. Видимо, усталость и уверенность, что вот раз она так лангуется, значит, бумага перспективная, значит, будет рост. Но ты на ней же сначала заработал, когда она росла. Сколько там планок было? Четыре, получается, если бы. Пять? Слушай, ну не соврать бы. Ну не, ну не пять, ну три-четыре могло быть. Самый убыточный трейд? Это был именно SKG в тот период? По-моему, это он. Ну, понятно, что там было много сделок, но по факту это все было вокруг одного инструмента и вокруг одной вот там неэффективности, как ее назвать. И с точки зрения убытка за день, это не самый большой убыток. Именно вот, ну, деньги из кармана свои, которые я в конце дня достал. Но учитывая прибыль, которую я заработал, и вот то, что ее я раздал, это да, пожалуй, самый пока что убыточный день у меня. Слушай, а тебя кажется, что ты очень аккуратный трейдер, потому что такая прибыль, я слил, расстроился, покричал в подушку, но по факту, то есть ты, ну, просто отдал то, что заработал. Какой у тебя самый убыточный день был? Сколько ты потерял за день? Слушай, ну, поскольку объемы растут постоянно, самый убыточный трейд у меня был в прошлую пятницу. Вот как, слушай, самая актуальная тема, самая актуальная тема. Я не знаю, когда выйдет ролик. Какое это число было? 27-ое, наверное, или 26-ое. Какое у нас было пятница? 24-ое. Сейчас, сейчас, сейчас. Хочешь посмотреть? Да, хочу посмотреть. Хорошо. Это было 22-ое. Да, вот, 22-ое. 22-ое апреля. Что это было? На чем себя возможно? Обычный день. Ну, как, я там на валюте размазался с утра, там был очень сильный пролив, ну, можно сказать, неадекватный относительно обычного рынка. Да тильтанул я там немножко. Я проснулся поздно. Тильтанул я там немножко. Ну, тоже, смотри, бывает тиль, когда в течение дня уже начинаешь терять контроль, и, ну, какой-то сильный тиль, когда ты начинаешь делать много глупостей. А тут я просто долго спал и пришел прям, ну, плохо подготовился к торгам. Пришел прям, там, за 10 минут или за 5, там, вот так вот глаза продрал. Сел и что-то, о, валюта, вроде, надо ланга строить. Не настроился, да? Кинул объем, что-то произошло, меня моржануло. Я такой, что произошло? Пошел по просадке. Да, я пошел умылся уже, вернулся, и остаток дня уже торговал другие инструменты, не валюта. И, ну, что-то там еще немножко налосил, ну, так, помял очень. Хорошо, в итоге, день? Ну, минус 30 где-то там, с чем-то. Слушай, ну, относительно рекордов, это вообще ничего, судя по всему. Так в этом смысл трейдинга, чтобы рекордов плюсовые были больше, чем минусовые. Это очень круто. Ну, за что же понимать, что вот такие большие доходы рекордные, они на то и рекорд, что это редкость. То есть это не каждый день, то есть тебе не каждый день там по миллиону делать, даже не близко. Ну, просто именно в разрезе рекордов и рекордных рекордов, и убыточных убытков, ну, самых, то получается соотношение прям очень круто. Ну, вот просадка, риск-менеджмент для этого и существует. Ты можешь, если все удачно идет, зарабатывать, в принципе, бесконечно в течение дня, ну, пока ты вот, пока день идет. Да. А убыток, ты уперся в просадочку. Пока рынок дает. До свидания. Ну, да, пока рынок дает, и пока ты можешь забрать из него, имеешь возможность. Да. А в минус ты не можешь уйти. Вот видишь, тоже интересный такой момент, когда ты, казалось бы, рынок дает, но ты можешь, как вот ты попал на полюсе, да, то есть ты зарабатываешь, 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 потом такой думаешь, ну, типа, все, я могу, а тут на и просадка. Да. Это вот самое, самое страшное и самое, самое страшное в эмоциональном плане, вот на мой взгляд. Когда ты из очень хорошей прибыли сначала уходишь в ноль, потому, потому что все, это, это, это точно тильд 95%. И еще потом не можешь остановиться и уходишь в минус, это просто провал. Это вопрос гибкости как раз. Да. Что трейдер должен быть гибким, он должен вовремя видеть и на рынке ситуацию, понимать, что она изменилась, и внутри себя видеть, что что-то изменилось психологически, и нужно притормозить. Да. Рубильник, стоп-кран, нажать. То есть тут, кстати, интересный такой парадокс, что нужно быть упорным, то есть работать каждый день, не сдаваться и так далее, но не слишком упорным, потому что если рынок не дает, ты в плохом состоянии, ты говоришь, нет, я все равно буду. Фильтровать. Надо уметь фильтровать, это как сито, ты получаешь постоянную информацию и надо уметь отбрасывать все, что вот это лишнее есть. Что твои близкие говорили о твоей деятельности, когда ты начинал? Они, в принципе, очень положительно относятся ко всем моим начинаниям. Ну, как-то так получилось, наверное, что у меня по ходу жизни не было каких-то прям полных провалов, чтобы я там уничтожал свое будущее и будущее родителей в лице себя, поэтому, в принципе, все было нормально. Единственное, что первое время, когда доходы были, ну, вот такие начинающие, они, конечно, к этому относились больше как к хобби. Ну, поиграется, поиграется, а там как пойдет. Но, конечно, когда сейчас уже объемы начали расти и я уже заговорил об увольнении, у них реакция, во-первых, они, ну, конечно, гордятся, рады очень, что у меня получается, что я нашел себя в этом деле. Но, с другой стороны, конечно, они такие, блин, уходить с работы, где все надежно и четкая зарплата от месяца до месяца на вот трейдинг. Ну, не страшно ли тебе? Я говорю, ну, немножко страшно. Ну, это конкретно нынешней ситуации, так скажем. А если все-таки вернуться назад и вспомнить, что они говорили, поддерживали или не поддерживали? Ну, поддерживали. Ну, слушай, ну, это достаточно непопулярный взгляд. Почему так? Надо не забывать, что я-то не ушел тогда с основной работы, я продолжал работать. И это было как дополнение. И в этом разрезе, ну, что в этом криминального? Ну, пусть занимается. Да, парень работает, но что-то у него там какие-то там хобби есть. Поэтому, наверное, они легче это восприняли. Если бы я сказал, что все, я увольняюсь, начинаю заниматься трейдингом с нуля, я думаю, реакция была бы совершенно другая. Ты можешь посоветовать начинающим трейдерам, кто хочет начать заниматься трейдингом, как донести до близких позитивную позицию по этому вопросу? Я думаю, это очень сложный вопрос. Я думаю, что у меня нет на него ответа. Это связано в отношениях в семье. И у всех разные отношения с близкими. Тут вопрос доверия. Стоит ли вообще пытаться? Да, конечно. Донести? Конечно. Это же близкие. Ну, можно, например, уже спустя какое-то время, ну, так скажем, скрывать это. И уже спустя какое-то время показать, вот-вот, есть такой результат, я зарабатываю, и не надо меня трогать. Если есть желание донести чуть позже, почему бы нет? Это тоже рабочий вариант. В последнее время очень популярен крипторынок. Ты его торгуешь? Я попробовал, и что-то как-то… Ну, у меня Mambo занимает довольно много времени. И я понял, что совмещать оба рынка одновременно качественно, ну, мне, во всяком случае, не получится. Насколько я знаю, большинство ребят, они тоже, ну, склоняются либо больше крипту торгуют, либо больше Mambo. То есть таких амбидекстров, которые одновременно на двух мониторах торгуют успешно, там, супер и Mambo и крипту, ну, таких знаешь? Я просто не знаю. Я торгую. Слушай, ну, у тебя бывают дни тоже, когда ты сидишь на крипте, и Mambo ты особо не трогаешь. Да, ну, потому что это как вопрос своей фильтрации. Да. То есть я могу себе сделать вот фильтр того, что мне интересно, что я понимаю, что я торгую. Если я не вижу одного на Mambo, но вижу на криптовалюте, я ее торгую. У тебя был день, когда ты и на крипте прям супер результат сделал, и на Mambo одновременно? Был? А, ну вот, да, тогда ты можешь. Я, по-моему, даже скидывал как-то. Когда был очень хороший результат вот на Mambo, я сделал скрин двух приводов. Вот видишь, всего лишь 7 лет тренировок. Я еще не готов, я еще не готов. Какие площадки ты в основном торгуешь? Вот на ММВБ у нас три площадки. Фондовые, срочный там, валютный рынок. Чему ты уделяешь больше времени? Что тебе больше нравится? Все постоянно меняется. Раньше были акции. В какой-то момент были фьючерсы, но недолгие. Кстати, пока что тяжелее всего мне даются фичи. Как думаешь, с чем это связано? Да с тем, что просто их не торговал. То есть акции я много торговал, я уже к ним привык. Движения знакомые. Хорошо, договори сначала тогда предыдущий вопрос. Но валюта… Валюта появилась внезапно. При этом валюта появилась значительно позже, чем фьючерсы, но с фьючами больше проблемы. Вот с чем ты это связываешь? Наверное, потому что в данный момент стаканы валюты больше похожи на стаканы акций, чем фьючи похожи на стаканы акций. Фьючи более ликвидные, там много роботов в стакане. То есть для меня как-то, я смотрю на стаканы фьючерсов, я пока что мало вижу. То есть надо наблюдать. А валюта как-то меня напомнила некоторые неликвиды, как ни странно. Ну потому что она… Это если мы говорим про юань. Ну слушай, USD тот тоже. Там не самый активный стакан. То есть там стоят плотности, их потихонечку там снимают, разъедают. Но нет таких резких, не знаю, туда-сюда движений, как на той же сишке. Все-таки. Ну опять же, это субъективное мнение. Но по факту же это то же самое. То есть проекция. А выглядит по-разному. Ну я говорю, это такой какой-то хитрый момент. Но у меня цель есть. И фьючи тоже. Нормально шатать потом. Что лежит в основе твоей торговой стратегии? Что должно происходить в стакане на графике, чтобы ты совершил сделку? Какие факторы должны сойтись? Фактор. Там один должен произойти. Либо факторы должны сойтись. Расскажи вот так вот в паре предложений, если получится. Кратко объяснить. В двух словах для начала. Это основание и это психология. Это два столпа. Если один из них проседает, нормальной сделке не получится. Ну либо она получится просто на удачу и один раз. Ну с психологией мы примерно там обсудили с тобой. То есть должен быть в нормальном состоянии духа. Должен быть настроен, да? Концентрирован, да. Спокоен. А основания именно сделки. Слушай, я в разные сделки залазю. И основания бывают совершенно разные. Сейчас чем дальше в лес, как говорится, тем больше важен сам стакан, сами движения в стакане. То есть если раньше я больше как-то искал какие-то уровни и какие-то плотности, сейчас я могу зайти и по пустому стакану, если вижу, что какая-то активность пошла. Вот эта активность – это, наверное, самое основное. То есть когда что-то идет ровно-ровно-ровно, а потом идет какое-то изменение. И вот это изменение – это прям вот ключ к тому, что надо присмотреться. Что-то сейчас по ходу пойдет и, ну, обычно это же изменение, да, оно влечет за собой какие-то либо пробития уровней, либо какой-то там участник начинает что-то делать, либо может новость какая-то вышла. То есть ты все-таки соотносишь то, что происходит внутри стакана, с уровнями, которые ты отображаешь на графике? Безусловно. Просто ты сейчас сказал… Основное. Основное – это стакан. Да, основное – это стакан. Ну, просто бывает такая ситуация, что уровень есть, плотность есть, движения нет, сделки нет. А бывает, что уровня нет, плотности нет, но какое-то такое пошло движение, ну, памп опять же тот же, да, когда ты можешь просто в это движение встроиться и поехать, как на поезде на нем. Вот. А так, конечно, все важно. Вот все, что мы перечислили, и много на самом деле другой мелочей. Я стараюсь… Ну, в принципе, чем больше подтверждений твоей теории в сделке, тем лучше. То есть это плотность, активность, уровни, какие-то роботы, возможно, которые помогают, новости. Если все это складывается в один большой кулак – это повод залить туда объем. Если что-то выпадает, ну, уже появляются, да, там нюансы всякие. А с проецированием много будущее. Если ты отрабатываешь вот по той технике, о которой сейчас мы поговорили, объемом в десять раз больше, чем у тебя сейчас, получится это сделать? Что-то да, что-то нет. С ходом ростом объема какие-то сделки исключаются и какие-то инструменты из репертуара, потому что, ну, не везде получается залить объем. То есть на данном уровне просто тебе комфортно работать именно вот в такой системе? Да. Получается? Ну, хочешь, я тебе расскажу, кстати, историю эту, как я вообще пришел в трейдинг в целом? Блин, ну это, значит, ну давай, расскажи. В жизни так получается, что вещи, которыми я потом занимаюсь много лет, они приходят вообще из неожиданных направлений. Конкретно это я ездил в Прагу с друзьями играть в настолки. Я там в варгеймы играю. Ну, не так важно. Но, в общем, суть в том, что это была поездка чисто хобби. То есть это был отдых, это был отпуск. Я там ездил просто вот пообщаться, поиграть. И в процессе я там познакомился с человеком, который такой вот он, можно сказать, альфа-самец в этой тусовке. Вот, и он начал так, мы там сидели пили пиво, и он начал рассказывать, вот я там инвестирую. Он причем не трейдер, он именно вот инвестор. Я заинтересовался, ну потому что он интересно рассказывал. И я его спросил, как вообще, а что? И он такую фразу обронил, говорит, слушай, ну ты понимаешь, я работаю там с брокерами, которые работают там от каких-то сумм. Вот есть для старта ну хотя бы 3 миллиона, ну хотя бы, так по мелочи. У меня не было даже близко на тот момент таких денег. И я такой, ах ты нехороший человек. Такие понты кидаешь. Я вот и без тебя их заработаю. И что-то меня тут так триггернуло вообще. И я пошел этим всем заниматься, заниматься. И потом вдруг обнаружил, что мне это интересно просто уже по-человечески. Но вот с такой мелочи может начаться вот такой большой путь. И это прикольно. А что касается инвестирования, ты рассматриваешь? Я параллельно инвестирую, но делаю это очень дилетантски пока что. И на небольшие суммы, да? То, что высвобождается, так скажем. Ну относительно. Относительно тебя небольшие. Как у тебя этот месяц? Хороший. Хороший идет? Да. Ну не такой хороший, как мог бы быть. Класс. Это вообще, кстати, присказка. Вот каждый месяц под такой гидой. Всегда есть такой. Хороший, ну либо средний, но вот всегда можно лучше. Слушай, знаешь, я вот последнее время уже легче. Вот спустя семь с половиной лет мне уже легче воспринимать. То есть я на самом деле для себя понял, что вот у меня есть какая-то сумма, которая в принципе-то, блин, мне вообще достаточно. Больше вот мне и семье достаточно. Кто-то зарабатывает, я вижу, что там зарабатывает больше. Ну замечательно, класс, супер. Вот я такой думаю, ну ладно, бостин, зато мы отдохнуть съездили. Так вот, это ты пример очень классный подаешь. Я стремлюсь к такому же. Сейчас просто уровень дохода мой не позволяет. Ну это очень тяжело. Вот я тебе говорю, это очень тяжело, потому что у тебя, вот у меня оно есть все равно. То есть я это глушу, но оно есть. То есть вот то, что ты упускаешь, это будет всегда. Чем ты занимался в детстве? Детство, отрочество, кружки, спорт, занятия? Я благодарен родителям. Они очень много мне давали всяких маленьких возможностей, насколько это возможно в регионе было. Вот, то есть знакомили там с туризмом, с какими-то играми, с какими-то мероприятиями, с книгами, физическими занятиями. Поэтому я пробовал всего понемножку. Можно так сказать, что у меня очень долго не было какой-то предрасположенности к чему-то. Я просто перебирал все подряд и не мог ни на чем остановиться. Это вообще был один из моих кризисов. То есть до биржи у меня по факту не было профессии, в которой я вот считал бы, что вот все, я могу себя реализовать. Были разные пробы и в большинстве своем неудачные. Ты сейчас учишься. Да, параллельно. Да, расскажи об этом. Я учусь на психолога. Эта профессия у меня давно уже висела, так сказать, за спиной. Потому что мне, в принципе, очень нравится эта тематика. Разбирать, как вообще устроен человек, как устроен я сам и как это использовать в жизни. Потому что человек такой большой, прикольный, очень биологический компьютер с кучей всяких классных штук в нашей голове. Вот, и я не мог определиться очень долго, какую я хочу специальность выбрать. И тут, когда я уже начал заниматься трейдингом, и это вообще, опять же, ребята подсказали просто. Я просто в процессе вот там наставничества, обучения, начал какие-то использовать фишечки из вот психологии. И всем как-то стало интересно, они начали расспрашивать. И начали со временем говорить, блин, Саш, ты прикольный, ну тебе это интересно? Когда человеку что-то интересное, ну это видно. И они говорят, ты не хочешь попробовать себя вообще, ну вот в профессии прям по полной? Мы бы там к тебе ходили на приемы. И я такой, да не, ребят, да чего вы, да чего вы. А потом как-то так в один вечер задумался, а почему нет? И все. И нашел буквально там в течение месяца курсы профпереподготовки. То есть это если уже есть высшее образование, можно получить дополнительное образование, диплом, все по полной. И вот сейчас обучаюсь параллельно. А сколько ты уже учишься? Получается с января четыре месяца. Полученные знания на учебе помогли тебе как-то в торговле? Частично, на данный момент не особо, просто потому что, ну первая часть обучения это всегда академические часы и общая теория. То есть сейчас много знаний, которые дают в меня базу, но практика будет, наверное, где-то еще через, может полгода, может чуть меньше. Ну как в любом обучении, первые два курса ты учишь общие вещи. Так же и вот с профпереподготовки. А сколько всего учиться? Год и три месяца. Очень плотная программа, ничего лишнего, исключительно вот специальность узкая, которую я выбрал. Я устал шуриться, я не могу стоять. Сами слепят? Да. А как ты отвлекаешься от рейдинга? Какое у тебя хобби? Чем ты занимаешься? У меня много, на самом деле, всяких мелких хобби. Я их как-то чередую. Безусловно, это общение с друзьями, это прогулки. Я вообще каждый день гуляю, вот. Мне это помогает такие вот час-два в день, просто ничего не делая, не походить по улице. Разгружает голову. Плюс я любитель всяких таких гиковских хобби. Это типа настолочки, всякие ролевые проекты крупные и многое такое другое. Вот. Это мне тоже помогает переключиться. Ну это тоже, получается, времяпрепровождение с друзьями? В основном, да. Я, в принципе, стараюсь искать то, что мне позволяет общаться с большим количеством людей или с уже маленьким, но интересным мне кругом людей. Потому что трейдинг все-таки предполагает сидение за компьютером в большой мере. И у меня уже просто нет желания сидеть дальше на стуле, когда можно заняться чем-то более подвижно. Слушай, это очень интересно. Как ты считаешь, вот эта расфокусировка внимания, переключение своего внимания помогает ли в торговле именно? Конечно. Это более того, я считаю, это необходимо. Необходимо отдыхать. Потому что трейдинг – это такая залипательная деятельность. Очень легко замылить себе глаз, занимаясь этим нон-стоп. Очень легко забыть про какие-то внешние ориентиры. Потому что все-таки, опять-таки, трейдинг – он для жизни, а не жизнь ради трейдинга. Сам по себе трейдинг – это средство самореализации, средство получения денег. Но если трейдинг начинает мешать уже жизни счастливой, наверное, что-то идет не так. То есть нужно переключать свое внимание постоянно, чтобы прогрессировать? Да. Вспоминать про то, ради чего все это начато. Ради друзей, семьи, каких-то достижений. Помнить про это. Это мотивация очень сильная. И да, просто отвлекаться, перезагружаться, чтобы приходить со свежей головой, не забитой, какими-то особенно неудачными сделками. Чтобы они не давлели вот этим камнем на плечах. Какую роль играет команда в становлении трейдера? Огромную. Играет ли? Огромную. Просто. Чем тебе помогла команда? Сразу списком вещей. Первое – оно не такое очевидное, возможно. Но банальное нахождение в этом сообществе ежедневное. То есть, когда тебе задают повестку. Ты приходишь… Ну вот мы… В данном случае я торгую не в офисе, а мы торгуем в дискорде. То есть, в голосовом чате. И с утра ты заходишь, и тебе сразу ребята говорят, а вот там такая ситуация, а я там жду пробои. То есть, вот третье, десятое. Ты, в принципе, сразу включаешься в процесс. И в процессе торговли разговоры на какие-то околотрейдерские темы. Просто там, как кто живет, но потом все обратно сводится к трейдерству. И ты как бы программируешься, что ты уже сам становишься этим трейдером. Ты пропитываешься этим духом. Все-таки, потому что общество социум, группа людей, в которых человек существует, они его определяют в какой-то мере. Вот. Это первая штука. Такая больше психологическая. Вторая – это чисто техническая вещь, что тебе могут подсказать какие-то определенные ситуации, инструменты, которые ходят. Потому что их много на рынке, и все, ну, в любом случае, не уследишь сам. Больше глаз. Да, больше глаз. Каждый любит торговать по-своему, и порой неожиданные вещи подсказывает, до которых бы ты сам никогда не додумался. И это, конечно, тоже огромную роль играет. А у тебя есть в планах перебраться в офис? Почему ты торгуешь дома сейчас? В московский офис, когда ты его откроешь. Может, когда ты его откроешь? А, это обсуждаемо. Выключите камеру. Потому что есть возможность создать вакуум информационный, когда это нужно. То есть замутить звук, сосредоточиться на чем-то, и никто тебя не отвлекает. Мне, собственно, почему не нравится… Я, в принципе, уже сколько, два года на удаленке? Ну, там, по-разному, ну, в основном. На работе много, во всяком случае, на моей, да и думаю, не только на моей. Наверное, в офисе у тебя тоже такое есть. Разговоров. То есть, когда люди начинают просто переговариваться на какие-то темы, ходить чем-то шуршать и так далее. Это неплохо, но когда тебе надо сконцентрироваться в какой-то момент, это может помешать. Слушай, на самом деле это все обсуждаемо внутри коллектива. То есть вы же можете сами обсудить. У нас, кстати, такого особо нет. То есть, ну, естественно, кто-то ходит, там, кофе делает, чай делает. Ну, это не проблема. Но такого, чтобы тебя напрягали, типа, там, шумели, кричали. То есть, если это идет какой-то совместный тинт… Все кричат. То есть есть такой, знаешь, дух все-таки. Если это торговля, то нет такого, что там кто-то орет и тебе это мешает. Просто как вы поставите это все внутри коллектива? То есть тебе дома нравится, а как домашний… у тебя есть кто-то дома, с кем ты живешь? Да, есть девушка. Ну, тебе не мешает это? Нет. Ну, ты правильно заметил, наверное, что у трейдеров больше вот этого уважения и понимания, что не надо человека трогать, когда он работает. Конечно. На моей основной работе там, ну, скорее просто, что тебе могут какие-то задачи поручать, какие-то там процессы идут и людей… Ну, потому что это работа, то есть ты на кого-то работаешь. Да, именно. И людей не интересует, чем ты занимаешься сейчас, если им что-то от тебя надо. А в трейдинге, конечно, если ты там, ну, в какой-то сделке, ты можешь сказать «потом», и тебя поймут. Это важно. Я как-то спрашивал тебя о наставничестве, и ты сказал, что тебе, в принципе, это интересно. А сейчас ты являешься наставником, ты делишься какими-то психологическими вещами со своими учениками, так скажем, и что в основном… какие проблемы у них в основном? Вот можешь выделить там парочку? Обязательно делюсь. Это вообще очень частый вопрос, серия вопросов не только от новичков, но и от опытных трейдеров, потому что по ходу развития они сталкиваются с какими-то новыми челленджами, трудностями, основные темы… Ну, наверное, как справляться с тельтом – самая частая штука. То есть как не перетягивать сделки. То есть вот ты говоришь, человек, я знаю, что нельзя тянуть убыток, я потом моржусь, но не могу себя остановить. То есть вот… Ну давай, вот две проблемы. Что-то можешь посоветовать? Как бороться с тельтом? Да, могу. Нет каких-то полноценных решений. Скажем так, решения делятся на две категории, можно так сказать. Это быстрые, но не то чтобы не качественные, не долгосрочные. Быстрые вот здесь и сейчас, но потом проблема будет повторяться и повторяться и повторяться. И второе – это глубинная психология, когда можно решить проблему уже полностью, но на это требуется время и работа. То есть не получится за один день все это исправить. Ну, логично, в принципе, да. Вот. И какие-то советы базовые, они… Они очень похожи на то, что ты вот советовал и мне там год назад, два года назад. То есть это технические приемы риск-менеджмента, когда просто имеет место дисциплина. То есть ты не задаешься вопросом, почему и как. Тебе просто сказали – вот так не делай никогда. И ты такой – понял. И не делаешь. Вот. И, в принципе, если у человека есть какая-то проблема, он говорит – я не знаю, как ее решить, ты ему даешь вот этот вот дисциплинарный метод и говоришь – просто делай так. Потом ты поймешь. Но сейчас просто сделай, как я сказал. И он делает. Вот. Ну, в случае, да, там, с перетягиванием сделок, выставления… Я советую заходить, выставлять цели по сделке и стоп до входа в сделку. То есть вот если вы входите в сделку, у вас уже должен стоять стоп. И вы этот стоп не меняете ни при каких условиях. Ну, для опытных трейдеров, понятно, это звучит типа, ну, как это? Конечно, меняем. Но для неопытных, для начинающих – это, на самом деле, очень полезная штука. Потому что неопытный трейдер, он еще не очень может уловить вот эти изменения в стакане. И когда у него есть четкая стоп, и он на нем застопится, его не понесет там дальше на тысячу пунктов, просто потому что его вот сковало вот этот вот ступор… А лить все эти фар. Да. И все. И он не может ничего сделать. И вот конкретно вот этот тупо дисциплинарный стоп, он очень помогает. Вот. А так, конечно, я всем людям советую, трейдерам и людям в целом, разбираться в причинах. То есть почему возникает этот ступор. Но это уже… Слушай, это достаточно сложный момент. Да. То есть не каждый человек может это сделать. Просто вот эти моменты, вот когда ты объясняешь человеку, еще многое зависит от самого психотипа человека. Конечно. То есть он может и вообще не воспринять то, что ты ему говоришь. «Или не так воспринять, это еще более большая проблема». Ты говоришь, человеку одно, он понимает вообще иначе. Ну это в целом в жизни встречаю. Да. Подскажи, как прогрессировать? Как расти в профессиональном плане? Что делать для того, чтобы ты мог увеличивать объемы, мог увеличивать просадки, что позволяет тебе кидать больше объем? Как вот ты это делал? Много работать и умно работать. То есть понимать, что ты делаешь. Стараться понимать. Не бояться. Ну давай конкретно. По методике. Какие-то практические вещи. Хорошо. Практические вещи. Для начала найти наставника. Человека, который тебе скажет, в каком направлении двигаться. Подскажет, с чего начать. Вот. Людей, которые… Основу. Потихонечку нарабатывать что-то свое. Вот. То есть свой личный опыт, который впоследствии, собственно, и станет вот этим трейдерским ядром. Когда уже основы ясны, там уже остается только планомерно, постепенно развиваться. И, наверное, могу посоветовать особенно начинающим разбирать проблемы по одной. Потому что вначале наваливается много всего. И может быть такое ощущение, что, ну типа, я не вывезу это, потому что очень сложно. Вот. Разбирайте проблемы по одной. То есть сначала разобраться, да, там, с конкретной сделкой. Вот конкретная одна сделка за день. Там, что сделали, там, наласили. Ну возьмите одну. И вот посмотрите конкретно, что с ней не так. Как разбирать эту сделку? Позвать наставника или старшего коллегу. Если нет наставника, что сделать, на что обратить внимание? Блин, ну если нет наставника, это, конечно, сложнее. Это очень круто, когда есть человек, который тебе может подсказать со стороны. Ну вот представим, что нет его. То есть на что обратить свое внимание? Допустим, вот я совершил сделку, которая меня выбила. Допустим, я ушел там по просадке. На что обратить внимание? На риск менеджмент, на ситуацию, какие были основания, на теханализ. Наверное, задать вопрос, что я мог сделать. То есть если особенно есть видео, очень удобно пересмотреть видео сделки. И спросить себя, вот что я должен был сделать, чтобы не допустить этого маржа. То есть где я должен был выйти или вообще должен ли я был заходить. И попробовать смоделировать эту ситуацию, открутить назад время и посмотреть. Извини, перебью тебя. Да. Это в нашем лексиконе. Морж — это просадка. Но в лексиконе, так сказать, финансового рынка, морж — это когда ты все потерял. А, то есть именно вообще все? Да, вообще все. Ну, margin call — это когда потерял вообще депозит. Идти работать в такси? Да. А у нас, у нас просто для трейдеров, торгующих на три дня, морж — это, можно сказать, лимит потери на торговую сессию. Поэтому мы так и называем морж, то есть… Да. Я просто пояснил. Важное уточнение, что для нас, margin call — это не потеря всего. Да, это не потеря. Просто потеря маленькой части дневной. Ну, по факту это… У нас раньше, когда я обучался, говорили, что просадка — это маленькая смерть для трейдера. Да. И ты это повторяешь, и это абсолютно в точку. Вот. Поэтому мы называли, что типа, морж — ну все, я же не могу теперь торговать. День. То есть для меня этот день умер. Да, да. То есть бывают какие-то офигенные ситуации. Вот, ну, не стопудовые, но очень крутые. А ты уже маржинулся, и ты не можешь торговать. И это, конечно, вот самое большое наказание, на мой взгляд. Вернемся к тому, что… Как оценить сделку? Ты сказал, что нужно посмотреть видео. Желательно пересмотреть. Ну, да. Если была какая-то ошибка допущена, ну, а, в принципе, убыток — это, ну, большой. Особенно margin call — это с огромной вероятностью была допущена какая-то ошибка. То есть которую можно было объективно избежать, вот, по торговой системе. Сложный вопрос, на самом деле, сам по себе. Сложный. То есть самому оценить тяжело будет. Конечно. То есть это только спустя какое-то время, когда ты, допустим, совершил ошибку, потом поторговал полгода, ты можешь вернуться к этому трейду и пересмотреть, типа, ага, вот оно, что было не так. Лучше, конечно, дать человеку, который бы дал обратную связь. Да, однозначно. На старте без опыта оценить свои ошибки — это одно из, наверное, если невозможных, то тяжелейших. Потому что пока нет торговой системы, сам факт ошибки, он не определяется. Ты не понимаешь, что произошло. То есть ты сделал, и ты не знаешь, ну, я что-то сделал. Да. Правильно, неправильно. Как ты увеличивал свои торговые объемы? Мы понимаем, что для того, чтобы зарабатывать больше, нам необходимо работать большим объемом торговым. Как расти в этом плане? Ну, я называю для себя это плато. То есть когда можно это представить на графике, да. У растущего трейдера, хорошо, позитивно растущего, у него график что-то вот, ну, формация, мы ее флажки называем, да. То есть какой-то рост, потом проторговочка на одном уровне, потом опять рост, опять проторговочка. Вот эта проторговочка, она очень важна. То есть она показывает, что у тебя есть какой-то уже стабильный результат. И повторяя одни и те же сделки с повышенным или с пониженным объемом, ты будешь выходить в плюс. Вот, соответственно, у меня, когда я выхожу на какое-то плато и удается за месяц более-менее стабильно, я имею в виду стабильно, без резких вот таких движений, то есть в один день там большая прибыль, в другой там морж, и вот так вот туда-сюда, хотя кто-то, наверное, и так торгует. Но лично я жду вот этого плато, и когда я привыкаю к этим объемам, я привыкаю к этим сделкам, которых я делаю, я понимаю, что мне ничто не мешает поднять объем там в полтора, там даже два раза. Так агрессивно? Ну, два — это лимит, наверное. Нет, меньше на самом деле. То есть обычно где-то 20-30-50 процентов. В зависимости от того, опять же, насколько успешно отторговался месяц. Потому что если очень хорошо получилось отторговать и депо, ну так увеличился, тоже слишком сильно тормозить я не вижу смысла. Опять же, если все получается. Если в какой-то момент, да, там я повысил просадку и вижу, что у меня пошли убытки какие-то, и что-то идет не так, ну я всегда могу вернуться. То есть вместе с ростом объемов, которые ты увеличиваешь там на 20-30 процентов, ну ты же должен увеличить, наверное, и просадку, или она остается той же? Безусловно. Или сначала ты увеличиваешь просадку, а потом увеличиваешь объем? Одновременно. Для меня это вообще вот жестко привязано. Максимально жестко. Лично я сейчас торгую по схеме, у меня должно быть 10 стопов на день. Ну грубо говоря, понятно, что на практике там про скальзывание бывает и больше, но объем я рассчитываю и стопы из того, что вот я могу 10 раз отстопиться, это вот мой марженко, ну на день. Вот, ну из этого, соответственно, объемы сдвигаются и просадочка увеличивается. Слушая о твоих результатах, вот когда ты, допустим, заработал, там слил, поймал тильт, и учитывая то, какие у тебя убытки, не складывается абсолютно впечатление, что ты импульсивный, хотя ты об этом сказал. А когда трейдер импульсивный, как раз у него, на мой взгляд и по моему опыту, финансовые результаты выглядят именно вот таким волнообразным образом. То есть где-то не состыковочка. Либо ты не импульсивный все-таки. Видимо, у тебя есть все-таки рубильник. То есть когда ты уходишь из плюса там в ноль, либо в небольшой минус, ты можешь себя контролировать и останавливаться, учитывая потери твои. То есть как-то где-то все-таки вот что-то у меня не складывается. Это основной, над чем я работаю. Это вот психологическая часть как раз-таки. Это вывести торговлю на более вот ровный профессиональный уровень, потому что когда эмоции постоянно скачут из эйфории в депрессию, мы же все-таки собираемся этой деятельностью заниматься годами. И весь год находиться в таком взвинченном состоянии, на мой взгляд, это просто нереально. Это просто катушечка уедет. И тем более это будет отражаться на трейдинге. Поэтому у меня чем дольше я торгую, тем как раз-таки меньше вот таких вот синусоид. Сейчас их практически не осталось. Да, и задача именно вот торговать стабильненько, ну максимально стабильно по возможности в плюс каждый день. Понятно, не всегда это получается. Порой возникают и тельты редкие сейчас, но бывает. А порой возникает просто ситуация, когда ты видишь что-то на рынке, что ты понимаешь, что сюда надо заливать все. Что либо я сейчас, ну, моржанусь, не страшно, но если она пойдет, я там озолочусь. Вот, такие ситуации тоже возникают. И даже если я там, ну, получаю после этого убыток, я совершенно спокойно это воспринимаю. Один хороший трейд не всегда положительный. Да, это надо понимать очень четко, что прибыльная сделка не всегда хорошая. И наоборот, бывает очень хорошая сделка технически, но просто вот она не отработалась. Подскажи, пожалуйста, с точки зрения психологии, если начинается череда черная полоса, череда неудач, как с этим бороться, как из этого состояния выйти? Ну, есть, как мы с тобой поговорили, дисциплинарные меры. То есть это принудительно уменьшить количество сделок, уменьшить просадку объема. Вот, просто вот директивно. Не важно, что там на рынке происходит. И в целом можно просто сделать перерыв. Отойти от компьютера, пойти погулять. Это такие простые штуки. Что я еще дополнительно советую ребятам, что когда мы слишком сильно фокусируемся на чем-то, то есть такая, как это называется, когда очень какая-то мысль занимает голову, невозможно от нее избавиться. Вот у всех бывает, наверное, ложитесь спать, а днем что-то произошло, и невозможно заснуть. Вот она крутится и крутится, навязчивая, вот я вспомнил. Тильт, он во многом на это похож. То есть вы не можете оторваться от трейдинга, вот прям сидите и вроде уже какое-то болезненное чувство получается, но все равно сидите. Вот тут нужно вспомнить про то, что жизнь она немножко больше, чем монитор и трейдинг. И мне очень помогает подумать о том, что еще важно. То есть это семья, какие-то там дела здоровья. Это звучит немножко банально, но это очень помогает переключить фокус внимания. То есть это такая тоже на самом деле техническая штука, надо понимать. То есть мы своему мозгу говорим, что отвлекись от трейдинга, у нас есть там семья, это очень важно. Вот там надо какие-то вопросы с семьей решить. И мы переключаемся на другую проблему. И трейдинг, он становится менее важным и соответственно менее эмоционально заряженным. И таким образом потом, возвращаясь к нему там через час, мы можем понять, что уже ну и как-то идти прошел. Ну потому что мы перезагрузили свой мозг. Больше, наверное, о том, что если это период. Например, если трейлер торгует и на протяжении там недели или месяца или двух месяцев вот у него было все хорошо, но рынок изменился, он не подстроился и у него начались проблемы. Как постараться выйти из этого состояния? Ну, во-первых, как уже сказали, обязательно снизить объемы. Тем более, если это затяжно, чтобы просто деньги не потерять. Думать об этом сначала в разрезе просто техническом. Что надо не раздать деньги. Что сказать себе, я в любом случае потом смогу зарабатывать, но мне нужно будет на что-то зарабатывать. Поэтому депозит должен остаться неприкосновенным. Вот, это первое, что нужно сделать. Второе, у меня нет каких-то действительно легких и быстрых советов, потому что затяжной тильт – это какая-то, видимо, глубокая психологическая проблема у человека. И, ну, ее нужно решать. Решать ее лучше всего со специалистом. То есть самостоятельно не у всех может поучиться из этого состояния выйти. Если есть люди, которым не любят они психологов по какой-то причине, не готовы к ним ходить, тогда обратиться к друзьям, то есть к поддержке близких друзей, то есть постараться как-то расшевелиться. Возможно, действительно, отдых себе большой устроить. То есть ни день, ни два, а прям вот неделя, две, месяц, чтобы вот прям прийти и, возможно, попытаться так с чистого листа эмоционально начать. Саша, цитата от Ларри Уильямса. «Всякий раз, когда моя жадность заставляла хватать быструю прибыль или пересиживать временной период, в котором я торгую, мне приходилось дорого платить за это». Из этого вытекает вопрос, как бороться с жадностью в трейдинге. Часто бывает такое, что, ну вот ты даже с этим столкнулся, ты вроде бы заработал, вроде бы это твой рекорд, но при этом жадность в первую очередь не позволила тебе остановиться и отойти от компьютера, скорее всего, на мой взгляд. И у меня это достаточно часто тоже происходило, когда вроде бы ты заработал более чем достаточно. То есть это, в принципе, хороший результат в условиях обычного мира, не трейдерского. То есть суперрезультат. При этом тебе что-то мешает отойти от монитора, оставить это и просто, что называется, руки под попу засунуть. Как бороться с этим? Что делать? Ну, насколько я знаю из опыта ребят и своего, технически есть два красных флага. Первый – это когда ты пытаешься добраться до кого-то, кто заработал в день больше тебя, догнать. Второй – когда ты пытаешься догнать какую-то свою цель в круглую сумму. Ну, например, вот ты сказал, я хочу 10 тысяч сегодня заработать, а у тебя там 9500. Вот эти 500 рублей могут просто убить все, что ты заработал. Такие ловушки. У меня была максимально идиотская ситуация в прошлом году, когда я опять-таки полю золото. Я не добил что-то формата, там было, ну, тоже около 10 тысяч, наверное, и я не добил 40 рублей. 40 рублей, то есть у меня было там 9-9-60. Я такой, сейчас я одним лотиком возьму какую-нибудь хрень, и просто будет красивое число. Там так получилось, что это сделка меня чуть не убила в моржа вообще. То есть потому что меня потащило в обратную сторону, а я же стою на маленький объем, чтобы не добавиться, потому что, ну, какая разница. Усольнение. Да. И там получилось так, что я попал ровно в тот момент, когда вот эта пила-пила-пила, и я хотел ее собрать, и я попал ровно в контртренд. И меня так растащило, капец просто. Я не знаю, я там чудом вышел из этой сделки в плюс, потому что, ну, вот эта подушка меня спасла. Но по факту я не то, что там не добил свою цель, я еще и отдал прибыль. Вот. И это для меня было просто вот… Я в рамочку это все повесил в своем дневнике трейдерском, и запомнил этот день навсегда. Вот. Поэтому, если вы хотите до чего-то вот добраться просто до какой-то цифры, надо помнить, что рынок – это не банкомат. Он вам не дает деньги, какую-то сумму. Вот сколько он дал, столько дал, поэтому нужно просто от этой мысли избавляться. Это раз. Это если есть такие четкие триггеры. Если же есть просто эмоция, жадность там, да, бороться… Ну, у нас есть разные эмоции. И в трейдинге не только жадность мешает, много чего может помешать. С эмоциями, в принципе, не надо бороться. Эмоции – это очень важный инструмент, к ним надо прислушиваться и надо уметь с ними работать. Потому что это, кстати, заблуждение большое. Я слышу от него в том числе и новичков, которые говорят, что вот, я хочу быть трейдером, который не испытывает эмоций. Который вот совершенно как робот работает. Как робот? Да. А я говорю, ну так вы будете плохо торговать тогда. Ну, эмоции – это интуиция этого. Они, как маркеры, они позволяют вам понять, хорошая это сделка, плохая. Стоит ли заходить? Стоит ли торговать сегодня? А что с концентрацией? Да куча вещей можно на эмоциях. Я думаю, знаешь, они больше не об этом говорят. А именно о том, чтобы совершать четко прописанные вещи, которые они для себя сформировали. Это как раз о чем ты начал говорить, когда вот ты инженер, там, чертишь. Но по факту это тоже не то. То есть ты вроде бы заучил то, что как надо, но при этом не можешь адаптироваться под изменения. То есть робот тоже, как раз эти эмоции, они помогают тебе вывести вот в эту гибкость. Да. Это идеальный, ну реально вот сигнальный флажок, который показывает, что что-то происходит, надо изменять. А что с жадностью? Да тоже с основными эмоциями. Если какая-то эмоция сильно давит, нужно разбираться. То есть если она появилась, то есть я вот сейчас хочу, появилась хотелка. Да, да. То надо все. Ну смотри, вот есть ты там, да, есть я, есть какой-то трейдер. Мы с тобой разные. То есть, ну к примеру, да, ты там заработал какую-то сумму, как ты сказал, да, тебе хватает. И все, в принципе, ушел спокойно. А я вот, допустим, я заработал и такой, блин, я хочу больше. И в итоге налосил. Ситуация одна, подходы разные, люди разные. И тут стоит задать вопрос, у меня может просто темперамент такой, может я по жизни жадный человек, может я ко всему так отношусь. Или в какой-то конкретный день я стал жадным. А разница-то огромная. То есть если я всегда жадный, ну надо как-то торговать исходя из того, что я жадный. То есть придумывать какие-то вот физические ограничения, которые не позволят моей какой-то стороне личности превалировать. А если я в какой-то день жадный, а в остальные нормально, надо понять, что стриггернуло эту штуку. Вот. Так, в принципе, с любой эмоцией. Саш, спасибо за интервью. Надеюсь, было интересно и полезно. Советуйте в комментариях, кого бы вы хотели видеть в следующем интервью. И всем хорошего трейда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok